Этот фильм грустный и волнующий. Фильм о том, что история нас ничему не научила. Вы видите то, чего больше нет. Нет летчиков, нет авиационных специалистов высочайшего класса, авиаторов от Бога, которых одним розчерком пера нашего бездумного руководства сделали ненужными, как в те далекие 60-е. Все это уже было. Были тысячи летчиков, выброшенные на улицу, а затем, как всегда, огромные затраты на восстановление. Наша армия, как и вся наша страна, топчется на месте. Мы наваливаемся и разрушаем, а затем с гордостью создаем разрушенное. Неужели так будет всегда? Моя страна, земли тебе хватало. Корысть какая, налетаться в сладость. Страна моя, ты первая начинала, и первая выше неба вознеслась. Да будет светел каждый твой поступок, как белый след высотных кораблей. Да будет мир признателен и чуток к тому, что ты свершила для людей. КОНЕЦ 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 Я вновь с гитарой, может быть, в последний раз, друзьям своим в столовой летной поиграю. КОНЕЦ Наш двести третий полк становится в запас, и жизнь от этого как будто замирает. КОНЕЦ Уже не слышно рев машин нам форсажем, и не наполнить больше канку у стартехом. КОНЕЦ После маршрутов не собраться в горжин. КОНЕЦ Дедут рак, мужские шутки, да потехи. КОНЕЦ Гвардейский наш, Орловский, двести третий баб. КОНЕЦ В России был ты нужен грозную годину. Хоть и терял в боях друзей, да не ослаб. С Москвы удар последний, стойка принят в спину. Нам не собраться больше в зоне на петле. И с рубежа заход не сделать на посадку. Высота меров, стрелки, стойка на нуле. А в баках нет и минимального остатка. Россия, матушка, пожалуйста, прости, Что допустили к руководству идиотов. Не забывай про нас и так уж не в чести. Сверхтерпеливые российские пилоты Не видеть нам бетона взлетной полосы. И на коленях, а не стоять у штаба базы. Чего, друзья мои, повесили носы. Сегодня праздничный обед по спецзаказу. Эх, по крутой в лесаде лихом и скользим. Перед собой по курсу ничего не видя. Да и, Боже, вам здоровья долгих лет до зимы. Простите, если я кого-нибудь обидел. Гвардейский наш, Орловский, 203-й дбаб. России был ты нужен в грозную годину. Хоть и терял в боях друзей, да не ослаб. С Москвы удар последний стойка принял в спину. В том далеком 41-м, когда фашисты рвались к Москве, по приказу Сталина был сформирован полк тяжелых бомбардировщиков, который в ночь на 11 августа нанес удар по Берлину. Группу из 10 самолетов возглавлял прославленный летчик-водопьянов. Командовал полком полковник Лебедев. Летные экипажи полка участвовали в сражениях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Бухарестом, Варшавой, Будапештом. С сентября 43-го полк преобразован в гвардейский. В мае 1944 года части было присвоено почетное звание «Орловский». За годы войны 11 авиаторам полка было присвоено звание Героев Советского Союза. С тех пор прошло более 50 лет. За это время на смену ТБ-7 приходили самолеты Ту-4, Ту-16, а когда авиация стала сверхзвуковой, всепогодной, ракетоносной, полк освоил самолет Ту-22. По оценке западных специалистов, самолет являлся одним из самых сложных по технике пилотирования в мире. Таким самолетом могли управлять только очень талантливые летчики. Гризацкого, Московского Союза, Томбовского Липецкого. Да, об этом мы знаем, что Россия была одним из развитых... В одной Москве было 200 учебных заведений. 200. В одном университете могли учиться дети, как мы сейчас говорим, нищих военных и богатых людей. Князь Киев первый был, когда он пошел в Киев. Князь Киев, если на другом. Правильно, из Илюриковича. Из Илюриковича. Князь Киев. Его пригласили, а не захватили. Его пригласили, а не захватили. В чем идете? Вас всех сняли. Все ваши слова записали там. Не бойтесь, сами. ЦРУ заявку дало, Сашек выполняет ее. А коммунисты скоро придут. Да? А возьми, почему до сих пор не могут определить? Слово Белоруссия. Как рассказал, всех писали. Сколько источников. И никто до сих пор не знает. Но почему она белая, и почему Россия? И никто не может доказать. Понимаешь? Все пора. Вот один книжный червень очки поднял. Вы понимаете, вот я вот. А другой, другое, что-то говорит. И так вот они. Вот сейчас с этим, как он? У Белоруссии этот герб, как она называется? Погоня. Погоня. Оказалось, он в Белоруссии не имеет никакого отношения. Белоруссия никогда не была государством. Откуда у нее может быть герб? Да у ее Белоруссии вообще как государство нет. Так же, как она никогда не была. Откуда у них зато? По методам курсом 42. Анатомические 338. Текущие 228. 228. Ведущие 235. Мы 215. С креном... Левый разворот с креном 20 на обратный посадочный. Текущие 540. Левый разворот креном 25 на Няховичи. С курсом пакетом 222. Тограммический 148. Ведущий 15 по прямой. Правым разворотом 3 на 20 на обратный посадочный. Текущие 510. Азимут 277. Ищетами 26. Правым разворотом... На Ляховичи. Маршрут. Ляховичи. Магнитный посадок 30 мм. Второй из 136. Магнитный 120 мм. 95,8 мм. Эшелон 2400. Скорость истина 700. Здоровье. Стоит 4, 175, 55 км 5 минут. Макашевичи. 22, 95, 70 км 6 минут. 9, 20. 341, 206. 245 км 17 минут. Набор 4200, 4500. Истина. Истина. Ярцево. 300, 258, 43, 50 км 3 минуты. Спасибо. Мне еще 100 км шутерей. Магнитный 269, 122 км. Ищет. Стоит устремляет. 269 км. 282 км. 292 км. 292 км. 292 км. 292 км. Давление масла не менее единицы. После запуска одного из двигателей подаем команду оператору на переход питания. и запросить РЦ, эшелон не выше 3400. Сейчас желаю заходить, соблюдая режим. И, соответственно, завтра в 8 часов 30 минут и совещание за руководством. Товарищ администратор. Значит, позвоню Захарову и выясню вот это представление. Которое мы должны послать на лестничный состав, пожелавший перевести с 30-го персонала до 8-го числа. С ним созвонись, в каком виде? Списком или каждого персонала? Да, сейчас. В 30-е? Да. Мы уже писали, списали. Ну, созвони с Захаровым и узнаешь. Сейчас я документу, я тут пишу. Так, пишу здесь рапорт. Сейчас. Обязанности старшего штурмного полка, а я ее исполняю в 14 лет, с 80-го года. Нашему полку было выполнено 46 практических пусков, из которых 40 было успешных. Наиболее, наибольший вклад внесли в освоение новой ракетной техники подполковник Шатов, майор Буторин, подполковник Бородинов. Они одни из первых освоили эту новую ракетную систему и выполнили первые удачные пуски. Подполковник Шатов, например, выполнил 7 практических пусков. Буторин – 3, Бородинов – 4. Было проведено очень много учений, приближенных к учебно-боевой задаче, с перебазированием на северные аэродромы, откуда были успешно выполнены практические вылеты. Мольшие задачи также выполнялись полку по университетной подготовке, когда ставилась эта задача. Были освоены наиболее сложные виды боевого применения пуска ракет, бомбометания. Наибольший вклад в повышение уровня подготовки летного состава вносили майор Заялов, подполковник Шатов, подполковник Бородинов, майор Ваганов. К настоящему времени все экипажи подготовлены к ведению боевых действий во всех видах. Но, к сожалению, этот уровень скорому времени никому будет не нужен. Стоят глобальные задачи по сокращению дальней авиации. К великому сожалению, сейчас дальняя авиация, в принципе, становится никому не нужной. И тот летный состав, который был подготовлен к высочайшему уровню летной подготовки, вынужден находить себе места, кто на пенсии, а кто и в других местах для прохождения воинской службы. Стоят глобальные задачи по сокращению. История, кем-то, 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 к Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не видя ельцинских рублей, мы сберегли и самолеты, и командиров кораблей. Не по своей, по воле Бога попал служить я в Беларусь. Хоть и длина моя дорога в Тамбов, я все-таки вернусь. Пускай в Москве или Смоленске я две недели проторчу за жалкой месячной подачкой. Избит, оплеван, но шучу. Над тем, что скоро полк разгонит, над тем, что в этот грозный час моя страна, моя Россия в своей отстои сбросит нас. Тоскует руки по штурвалу. Хочу летать, но не могу. В такую я поставлен позу. Не позавидуешь врагу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ты делаешь, культурное лицо? Ты же над Диором подушилась, а Карменом? Ты теребишь свое поддельное кольцо, Не намекая, что готова к переменам. Ты теребишь свое поддельное кольцо, Не намекая, что готова к переменам. Тебя насквозь я вижу лучше, чем рентген. И понимаю, что внутри, а что снаружи. Я не созрел еще до этих перемен. И твой культурный взгляд мне попросту не нужен. Я не созрел еще до этих перемен. И твой культурный взгляд мне попросту не нужен. Ты крутая, мне предлагаешь миллион разменять по рублю. Ты крутая, меня уважаешь. Я тебя крутая, не люблю. Ты крутая, меня уважаешь. Я тебя крутая, не люблю. Ну кто же ябу в пачке мальбора кладет? И добивается любви такой ценой. Возможно, с кем-то этот номер и пройдет. Но не со мной, понимаешь, и не со мною. Возможно, с кем-то этот номер и пройдет. Но не со мной, понимаешь, и не со мною. Ты крутая, не предлагаешь. Миллион разменять по рублю. Ты крутая, меня уважаешь. Командир, полиция, полиция. Все, Андрей, присутствует все. Значит, у меня, значит, пообщая шоу. На три дня, значит, к этим всем ознакомиться. Значит, снаряды. То, что давать утром, значит, она вывешивается. На месте находится. Ну, и, по-моему, сейчас командиру задачу поставить. Он вот, как сказал, полиция, срагина, перес. Командир, значит, пока ставят по плавиатологу в городе Городь, Городь, Мельцын. Видимо, второй раз мы написали о плавиатологии, ну, вот в штатном мероприятии. Да? Ну, проверим. Я знаю, как вы это будете. Ну, починил бы женщин, да? Ну, и все, я вообще не думаю, что мы расстроились. Так, 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 так. Вызывай, как вы хотите. Как вы хотите. Работу. Входим, по-моему, будет, сделать замену. Полтонник. Тяжелая плавка, он говорит. Так. Полюбка, 3-ю. Значит, надо сейчас, я не могу, что мы еще один, как выгодно, что выгодно, что выгодно, что выгодно. Выгодно. Что происходит, самовредо. Правильно? Тогда кто-нибудь на конверт полтонник. Он выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Одно Мы в пути всегда Смерть идет за нами следом Но спасает Бог нас каждый раз Именем Христа Нас ведет звезда Краешка земли к любви Над обрывом дней Гоним мы своих коней И летим к любви в крови Любовь и смерть Добро и зло Что свято, что грешно Познать нам суждено Любовь и смерть Добро и зло А выбрать нам дано Одно В поисках любви Мы летим сквозь пыль столетий На лету горим Забыв про боль Из холодной тьмы Воскресаем мы Чтобы встретить вновь любовь Обгоревшим ртом Спорим мы опять с Христом Что же есть любовь и кровь Любовь и смерть Добро и зло Что свято, что грешно Познать нам суждено Любовь и смерть Любовь и смерть Добро и зло А выбрать нам дано Одно А выбрать нам дано Одно Добро и зло Ех Продолжение следует... 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 Прямо... Продолжение следует... 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 Встреча с посадкой. 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 Продолжение следует... 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 Господа офицеры, Понатянутым нервам, Я аккордами веру, Эту песню пою, Тем, кто бросив карьеру, Живота не жалея, Свою грудь подставляет За Россию свою, Тем, кто выжил в Афгане, Свою честь не изгадит, Кто карьеры не делал От солдатских кровей. Я пою офицерам, Матерей пожалевшим, Возвратив им обратно Живых сыновей. Офицеры, Офицеры, Ваше сердце под прицелом, За Россию и свободу до конца. Офицеры, Офицеры, Россияне, Пусть свобода Вась сияет, Заставляя В унисон Звучат сердца. Господа офицеры, Как сберечь Вашу веру? На разрытых могилах Ваши души Хрипят. Что ж мы, Братцы, Наделы, Не смогли Уберечь их? И теперь Они вечно В глаза Нам Глядят. Вновь уходят Ребята, Растворяясь В закатах, Позвала Их Россия, Как Бывало Не раз. И опять Вы уходите, Может, Прямо На небо, И откуда-то Сверху Прощаете Нас. Так Куда ж Вы уходите, Может, Прямо На небо, И откуда-то Сверху Прощаете Нас. Офицеры, Офицеры, Ваше сердце Под прицелом За Россию И свободу До конца. Офицеры, Россияне, Пусть Свобода Ваше Сияет, Заставляя В унисон Звучать Сердца. Редактор субтитров Офицеры, 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 Ваше сердце Под прицелом За Россию И свободу До конца. Офицеры, Россияне, Пусть Свобода Ваше Сияет, Заставляя В унисон Звучать Сердца. Ваше Жорн Восторг Ваше Жорн Пусть Всё Так было. Было всегда. Когда было нужно, гвардейцы никогда не подводили. А потом они стали никому не нужны. И родина их просто бросила. Не нужны больше воздушные асы, которые с честью пронесли вековые традиции дедов и отцов. А самолеты, попрощавшись с родным бетоном, уходят. Уходят, чтобы больше сюда никогда не вернуться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последняя гордая птица мчится ввысь, даже не подозревая, что это ее последний полет. Продолжение следует... 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 Но это уже, пожалуйста, без нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...